И снова всем привет, друзья! На связи мой компьютер и у микрофона Ирбис. В предыдущих роликах мы рассказали вам о десятках популярных мифов, касающихся процессоров, видеокарт, материнских плат, оперативной памяти, блоков питания и SSD. Теперь же давайте поговорим о не менее важном компоненте ПК – о мониторе, про который за последние пару десятков лет придумали не меньшее число мифов. Миф номер один. Мониторы с частотой 140-240 Гц не нужны, так как человеческий глаз не видит больше 24 кадров в секунду. Миф стар, как мир, и идёт он от того, что для плавности видео хватает 24 кадров в секунду. Но не стоит забывать, что в видео каждый кадр немного смазан, то есть содержит часть предыдущего, поэтому переход между кадрами заметен меньше. В играх же каждый кадр чёткий, и это легко понять, делая скриншоты, поэтому тут 24 кадров не хватит, картинка будет казаться дёрганой. А вот какая нужна частота обновления монитора и, соответственно, FPS, чтобы ощутить плавность? Индивидуально для каждого человека, но в общем и целом большинство людей без проблем заметят на глаз разницу между 60 и 144 Гц. Миф номер два. IPS-мониторы лучше, чем MVATN. Очень часто на различных форумах или от консультантов в магазинах электроники можно услышать, что самые лучшие мониторы идут на IPS-матрицах. Но на деле это не совсем так, всё зависит от того, какой смысл вкладывать в слово «лучшие». Так, у IPS действительно лучшие углы обзора и сочнее цвета. Но при этом у TN ниже задержка, поэтому киберспортивные 120-240 Гц матрицы с задержкой в одну-три миллисекунды в подавляющем большинстве случаев базируются именно на этой старой технологии. Матрицы MVATN по задержкам и цветам находятся между IPS и TN, но зато их плюс – очень высокая контрастность – с 2-3 тысячи к одному, что позволяет добиться глубокого чёрного цвета. Так что в итоге не нужно всегда брать IPS, лучше проанализировать свой спектр задач и выбрать под него оптимальный тип матрицы. Миф номер три. Мониторы портят глаза. И это не совсем миф. Увы, даже в 2019 году в продаже есть множество мониторов, которые используют для регулировки яркости ШИМ. Иными словами, они мерцают. Это может негативно сказываться на людях с чувствительными глазами. Они будут быстрее уставать, могут появиться жжение или покраснение. Но инженеры решили эту проблему, создав технологию Flicker Free. Она позволяет менять яркость монитора без использования мерцания, тем самым минимизируя нагрузку на глаза. Подробнее об этой технологии вы можете узнать, выбрав соответствующий пункт меню на сайте e-каталог в разделе «Компьютеры». Таких мониторов больше 700. Можно найти модели от 4000. Игровых мониторов с этой функцией, по данным e-каталог, не так много – всего 4 модели. А вот для дизайна и графики, где такая функция очень важна, их почти сотня. Но если мы берем не мерцающие матрицы, то ученые не смогли найти вреда от них. Скорее тут виноваты мы сами, часами просиживая за ПК, редко моргая и не меняя расстояние до монитора. Так что если вы вынуждены днями работать за компьютером, делайте постоянные перерывы, дабы глаза могли отдыхать. Миф номер 4. Монитор можно откалибровать на глаз. Ни для кого не секрет, что многие мониторы с завода идут неоткалиброванными. Где-то белый цвет выглядит серым, где-то много синего, а где-то монитор явно отдает желтизну. Многие операционные системы, в том числе и Windows, позволяют откалибровать монитор и без профессионального оборудования. Но тут есть один подвох – наши глаза – это крутые оптические приборы, которые умеют подстраиваться под обстановку. Поэтому буквально за полчаса использования нового монитора вы перестанете замечать, например, его желтизну. И как только вы будете пытаться ее исправить, вам будет казаться, что картинка становится излишне синей. Поэтому наилучшим выходом будет поиск в интернете цветового профиля для своей матрицы. Да, матрицы с одинаковой маркировкой все же будут немного различаться по цветам, но в любом случае такой цветовой профиль приблизит картинку к идеальной. Ну а если вы готовы раскошелиться, всегда можно заказать калибровку у профессионалов. В таком случае вы получите самую лучшую возможную картинку именно для вашей матрицы. Пятый миф. Монитор должен стоять на расстоянии вытянутой руки. В огромном количестве руководств для начинающих пользователей компьютеров пишется, что монитор должен находиться на расстоянии 50-60 сантиметров от глаз. А что делать людям со слабой близорукостью, которые не носят очки, у которых картинка на таком расстоянии размывается, там обычно не уточняется. На деле глаз при работе с монитором должен находиться в состоянии покоя, аккомодации. Говоря простым языком, он должен без напряжения фокусироваться на изображении естественным образом. Расстояние, на котором проявляется это состояние, зависит от множества факторов, таких как яркость монитора, возраст, освещение, ношение очков и так далее. Так что просто грести всех под одну гребенку тут не стоит, и каждый волен сидеть за монитором так, чтобы его глаза напрягались как можно меньше. Миф номер 6. G-Sync работает при любой частоте кадров. NVIDIA G-Sync – технология, применяемая в видеокартах NVIDIA и предназначенная для автоматической настройки частоты кадров монитора под частоту кадров сигнала с видеокарты. Фича достаточно дорогая, если зайти на Е-каталог в раздел «Мониторы» и отфильтровать модели с G-Sync, вы обнаружите, что самый дешевый монитор стоит 20 тысяч рублей. Игровые модели стоят еще дороже, ценник легко переваливает за 40 и даже 60 тысяч рублей. Технологии G-Sync не один год, и достаточно дорогие мониторы с ней наделяют чуть ли не мифическими свойствами. На деле они всего лишь делают картинку несколько плавнее, убирая разрывы кадров, которые получаются при отключении вертикальной синхронизации. И немногие знают, что у этой технологии есть ограничения сверху, она перестает работать, если на экран выдается больше кадров, чем герцовка монитора. Иными словами, если вы играете на G-Sync мониторе с частотой 100 Гц в игру 120 фпс, вы все равно будете видеть разрывы кадров. Так что, если ваш монитор поддерживает эту технологию, имеет смысл принудительно ограничить максимальный фпс герцовкой монитора. Миф номер 7. G-Sync больше не нужен. Современные видеокарты от Nvidia научились работать с FreeSync. Да, действительно, около полугода назад Nvidia в своих драйверах реализовала поддержку бесплатного стандарта Adaptive Sync, он же FreeSync, для видеокарт тысячной и двухтысячной линейки. Особенность этого стандарта в том, что он, как и G-Sync, позволяет синхронизировать частоту обновления монитора с частотой кадров в играх, тем самым убирая разрывы изображения. И с учетом того, что FreeSync бесплатен, то мониторы с ним стоят дешевле, чем с G-Sync. И казалось бы, вот оно счастье! Больше не нужно переплачивать за G-Sync. Но как бы не так, Nvidia решила протестировать доступные на рынке мониторы с вражеской технологией. И на деле стопроцентную совместимость G-Sync Compatible на данный момент имеют лишь 28 из 500 трех протестированных решений. Разумеется, это не значит, что другие мониторы с FreeSync работать не будут. Включить его можно для любого решения в настройках графического драйвера от Nvidia. Но вот за различные артефакты изображения, небольшой диапазон работы этой технологии, подергивание картинки и прочие проблемы, зеленая компания ответственности не несет. Так что если вам говорят, что любой FreeSync монитор отлично работает с видеокартами Nvidia, не верьте, на деле картинку уровня G-Sync обеспечивают лишь считанные проценты таких мониторов. Поэтому перед покупкой внимательно читайте в обзорах, как обстоят дела с поддержкой этой технологии, если она вам, конечно же, нужна. Миф номер 8. Яркость монитора должна быть максимально высокой. Пожалуй, это один из самых вредных для глаз мифов. На деле яркость монитора должна быть сравнимой с яркостью окружения. В офисе это обычно около 150-200 кэндл на квадратный метр. Очень высокая яркость приведет к дополнительному напряжению мышц глазного яблока, что приведет к более быстрому их утомлению, а это, в свою очередь, негативно скажется на остроте зрения. Единственное исключение – это игры. Тут большая яркость поможет лучше различать врагов в темноте, но при обычных задачах ее лучше снижать до указанного выше уровня. Миф номер 9. Разные цифровые выходы дают картинку разного качества. Миф тянется еще с 90-х годов, когда банально от замены VGA кабеля качество картинки могло измениться. Разумеется, с цифровым подключением таких проблем нет. Разница между HDMI, DVI и DisplayPort заключается только в различных максимальных разрешениях и возможности выводить звук. Однако стоит учитывать, что некоторые производители графического оборудования могут программно изменять картинку в зависимости от используемого видеовыхода. Так, видеокарты от NVIDIA могут считать подключенный по HDMI монитор телевизором и автоматически выбирать ограниченный динамический диапазон, тем самым ухудшая качество картинки по сравнению с DisplayPort или DVI. Но если выбрать полный динамический диапазон в настройках драйвера, то качество картинки будет идентично. Десятый миф. Чем шире цветовой охват монитора, тем лучше. И это не совсем миф, это скорее просто лишняя трата денег. В последнее время стало появляться все больше мониторов с широкими цветовыми охватами. Apple использует DCI-P3, а еще одним известным можно считать Adobe RGB. Стоит обычно решение со стопроцентным покрытием этих цветовых пространств дорого, а толку от них для рядового пользователя нет совсем. Подавляющее большинство изображений, видео и игр заточены под стандарт sRGB, поэтому можно сэкономить и брать мониторы с максимальным покрытием этого стандарта. Разницы в большинстве задач вы не заметите. И последний на сегодня одиннадцатый миф. Рядом с монитором должен стоять кактус, а желательно парочка или троечка, и обязательно защитную пленочку на экран наклеить нужно. Да. О да, эти кактусы, которые в девяностых и нулевых встречались чуть ли не в каждом офисе. Миф о том, что они нейтрализуют вредное излучение ELT мониторов, был невероятно популярен. А в самых запущенных случаях на монитор наклеивали еще и специальную защитную пленку, которая опять же должна была спасти от страшного и опасного излучения кинескопа. Конечно, на деле оба способа абсолютно не помогали, ибо в пузатых мониторах того времени уже была защита от тормозного рентгеновского излучения. Например, стекло легировали свинцом, а блоки строчной развертки имели защиту от высокого напряжения. Так что ELT мониторы были вредны лишь для глаз, а от этого мифа выиграли только продавцы кактусов. Забавно, но даже с массовым переходом на ЖК мониторы до сих пор в офисах можно встретить рядом с ними кактусы. Так велика сила этого мифа. Как видите, различных старых и даже вредных мифов про мониторы хватает. Знаете, еще какие-нибудь? Пишите об этом в комментариях обязательно сразу после того, как подпишитесь на канал и поставите лайк этому видосику. А у нас на этом все, друзья. До скорых встреч!